Судьба наша, русская судьба, наша цивилизация, если можно говорить о русской цивилизации вообще, она в корне отличается, допустим, от европейской цивилизации и от американской цивилизации. И здесь есть такой момент очень важный – необустроенность. Вот знаете, Сыгженицын в своё время написал такой текст «Как нам обустроить Россию». Не буду вдаваться в этот текст, его, по-моему, невозможно совершенно читать, но он такой крупный писатель, очень хороший такой «Как нам обустроить Россию». То есть Россия – это нечто такое, что надо обустроить. И интересно, что это перекликается с началом повести о временных лет, когда Сыгавяне призывают варягов, говорят, земля наша богатая, обильная, порядка в ней нет, приходите к нам править. То есть тоже, значит, речь идёт об устройстве. Вот смотрите, там тысячи лет проходят, значит, и начало временных лет, и Сыгженицын. То есть Россия – это как что-то необустроенное, что-то такое необустроенное, что надо постоянно обустраивать. И, значит, вот тут, если мы говорим об необустроенности, то тут она двоякая вещь – это необустроенность. С одной стороны, конечно, бытовая необустроенность, она очень неприятна. Это отсутствие дорог, отсутствие хороших туалетов, туалетной бумаги, там беспорядки такие вот какие-то социальные, я имею в виду непорядки, нестроения. То, чем как бы Россия, как-то она славится вот этим, да, отсутствием дорог и так далее. И то, что бросается в глаза, когда мы приезжали, теперь уже в прошедшем времени, надо говорить, там куда-нибудь, в Бельгию, в Германию, там всё обустроено, там всё замечательно и так далее. Вот, и поэтому, значит, вот Россия – нечто необустроенное. Это нехорошо, да. С другой стороны, можно сказать, что если мы возьмём не бытовую какую-то социальную необустроенность, а необустроенность антологическую, экзистенциальную, так сказать, необустроенность, вот это уже совсем другое дело. И вот эта необустроенность экзистенциальная, может быть, это великое благо вообще, да, потому что вот эта необустроенность, она порождает независимость от обстоятельств, да, от окружающих обстоятельств, а это в своё время, в свою очередь порождает свободу определённую. И, кстати говоря, значит, здесь можно провести ещё такую параллель, не напрасно, может быть, Достоевский говорил о всемирной отзывчивости, да. Вот это очень тоже важная вещь. И мне кажется, что вот эта всемирная отзывчивость, о том, о чём говорил Достоевский, она связана именно с этой внутренней необустроенностью, внутренней экзистенциальной необустроенностью человека. Но я бы только сказал, это не просто всемирная отзывчивость, это немножко такое расплывчатое понятие, я бы его уточнил, это не просто всемирная отзывчивость, она отзывчивость на определённые модели, другие модели мирообустройства. И вот здесь у России, конечно, совершенно, как сказать, уникальная цивилизационная судьба. Потому что, значит, если мы возьмём все другие цивилизации, вот они все грады там на холме, там европейская цивилизация, пакс Европея, пакс Бизантия, пакс Америка. А посмотрите, что происходит с Россией. Россия меняет, она подпадает под чужие цивилизационные юрисдикции, причём добровольно. То есть в начале истории нашей, в крещении Руси, мы приняли византийский тип мирообустройства, византийскую мы приняли, византийскую модель цивилизации, причём абсолютно добровольно. Затем, сейчас я так немножко перескакиваю, потом я к этому моменту ещё вернусь, затем также добровольно, ну, конечно, там с большими трениями, при Петре I мы приняли модель мирообустройства европейской, причём как бы отвергли византийское там патриаршество и так далее, всё это, так сказать, было разорвано. Затем, уже в 20 веке мы приняли американский, американскую модель мирообустройства, потому что, собственно говоря, вот то, что происходило, коллективизация, индустриализация, это практически, мы начали, как сказать, действовать по модели американского мирообустройства, это во всём проявляется. Вы знаете, что вот в индустриализации принимало участие более 400 тысяч американских специалистов, и вот такие вещи, как вот, допустим, московский мясокомбинат «Микояна», это калька американских этих вещей, АМО – это калька Форда, там, допустим, Мосфильм – это калька Голливуда. Вот, и, собственно говоря, это продолжалось и после войны, потому что вот этот знаменитый лозунг хрущёвский «Догоним и перегоним Америку», то есть вот, собственно говоря, мы приняли вот эту модель индустриализационную. Так что смотрите, значит, вот мы можем насчитать уже вот эти три модели. Византийское мирообустройство, потом, значит, европейское мирообустройство, потом, значит, вот американское мирообустройство. Я сейчас специально тоже ничего не сказал о сатаро-монгольском, вот этом всём, как его называют, иго, потому что это было недобровольно, но, тем не менее, мы тоже, собственно говоря, участвовали в этой модели мирообустройства. Трудно назвать моделью мирообустройства, потому что это кочевничество, это особая статья, и поэтому нас как бы не зря вот языки там говорят, что мы орда, там, и не надо обижаться, это тоже у нас есть. Вот, но что тут очень важно заметить, что вот мы сменяем вот эти Византии, Европа, Америка и так далее. И тут вот очень интересно вот что, что когда мы примеряем вот эти самые на себе, значит, вот эти модели мирообустройства и как бы отменяем всё предыдущее, вот это не совсем, парадокс заключается в том, что отмена, она неполная. Вот, допустим, при крещении Руси, значит, там идолы были повержены, там всё, значит, вахвы там, значит, разогнано и так далее, то есть кажется, с языческим прошлым покончено. Но вот я занимаюсь фольклором и ездя во многие этнографические экспедиции, ещё вот в прошлом веке, в 60-70-е годы, можно было вот заметить такую вещь, что крестьянка, ну, колхозница, да, она зажигает лампадку, значит, перед Пороскевой пятницей, там зажигает, а в сенях ставит блюдечко с молоком для домового. Вот, это так называемое двоеверие. То есть вы понимаете, значит, да, крещение есть, да, и, в общем, мы пребываем в этой парадигме, но вот это старое не забывается. Примерно то же самое происходит с Петровскими реформами. Казалось бы, всё, там, значит, от патриаршества отказались, там, значит, гонения на монашество чудовищные, там, и так далее, да. Ну, буквально проходит, там, какие-нибудь даже столетние проходят, появляется, появляется Величковский, потом появляется вообще Оптина, Серафим Саровский, там, старцы Оптинские. То есть, понимаете, значит, при всём, при том, вот на, через вот эти новые порядки, как бы цивилизационные, просвечивает то, то никуда не делось. Собственно говоря, то же самое происходит, вот, допустим, вот с этим, с американизмом. Кажется, действительно, вот эта индустриализация полностью, всё, деревня разгромлена, и вот все эти самые раскугачивания, расказачивания, вот всё жуткое, что с деревней происходило, да, и уже после войны, вот это не черноземье, уничтожение неперспективных деревень, кажется, да, всё. И вместе с тем, в 60-е годы появляются вот эти писатели-деревенчики, появляются там Белов, Распутин, Астафьев, Рубцов. В общем, понимаете, значит, я к чему говорю, что очень интересная такая вещь, что вот это и есть обустроенная необустроенность. То есть, понимаете, вот это и есть внутреннее, экзистенциальное или какая-то антологическая необустроенность, потому что мы никогда не были настоящими византийцами, европейцами или американцами, у нас всегда сидело что-то другое. И, значит, понимаете, значит, если мы говорим о представителях других цивилизаций, мы их определили как хомо-урбана, то есть человек городской, как нас определить? Мы не хомо-урбана, да, мы хомо-эронс, человек блуждающий. То есть мы, понимаете, значит, мы блуждаем между этими цивилизациями, мы блуждаем между этими, как сказать, городами на холме. И вместе с тем у нас как бы есть наш город, наше вот мифическое, наше всё. это город Китиш. То есть это город, которого нет, но который есть. Это, как сказать, мы можем видеть отражение, иногда кто-то может увидеть его отражение в воде, хотя самого его нет. Кто-то может услышать звон города. То есть это город, который есть, и которого нет. И вот, может быть, в этом наша какая-то специфика и отличие, почему нас не любят ни европейцы, ни американцы. Кстати говоря, нас и византийцы не любили, если так сейчас, не будем сейчас этого даваться, как, что они там с нами там делали, в каком нас черном теле держала Византия. В общем, цивилизованные народы нас не любят, и не надо об этом жалеть, потому что мы не хомо-урбана, мы хомо-эронс. То есть мы блуждающие люди. И вот сейчас, когда наступает, уже наступило, ну, можно сказать, что вот этот человек тупиковый вид цивилизации, а цивилизованный человек это тупиковый вид цивилизации. Но мы-то не совсем цивилизованные, да? То есть вот у нас, по-моему, вот такое лихолетие, если так можно сказать, если вот так можно назвать, так что-то много лет это лихолетие будет продолжаться, крушение не той или иной цивилизации, на крушение самого принципа цивилизации. Цивилизации больше не будет, и цивилизованного человека больше не будет. И, кстати говоря, здесь вот эти городские люди, цивилизованные, они очень мало имеют шансов на то, чтобы выжить. Это как раз, наверное, наше время наступает, да? Мы, люди, приспособленные к смутным временам, и большая часть нашей истории как-то она получалась так, что это какие-то все смутные времена такие, да? В общем, и сейчас смутное время, глобально смутное время, да? И, может быть, это наше время. В каком смысле? То есть мы должны, вот наш дар вот этого блуждания, плутания, перейти из этой, как сказать, из этого цикла, если вот мы уже там начали говорить о книге перемен, вот 63-64 гексограмма, мы должны перейти от 64 гексограммы к 1 гексограмме, мы должны увидеть новое небо и новые земли. И мне кажется, что если вот из людей, населяющих землю, скорее всего, нам это, если кто-то это и увидит, то, скорее всего, это будем, наверное, мы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok